здравствуйте дорогие друзья в эфире программа наши тесты вот тот вот volkswagen а это volkswagen в этом сомнений нет это минивэн новый минивэн от компании volkswagen дело в том что в вольсбурге совсем недавно сделали два минивэна побольше шаран и поменьше туран они настолько похожи что в принципе вот такого ракурса их не отличить но давайте переместимся поближе и посмотрим что же это да он и не такой уж и большой значит это volkswagen turan а шаран чуть крупнее тем более он нам не так интересен так как в россию он не доедет и официально поставляться у нас не будет другое дело volkswagen turan нового поколения он-то как раз совсем скоро появится на нашем рынке так что на первый взгляд новый туран ничего согласитесь а помните предыдущий туран не помните сейчас мы вам напомним уныло не правда ли во многом именно неброский внешний вид сыграл злую шутку с этим автомобилем и не позволил завоевать сердца многих покупателей на первый взгляд volkswagen и не поменяли вовсе ничего но на самом деле вы штамповки новые и вот этот вот новомодный излом под задним боковым стеклом меняет облик этого автомобиля кардинально вот что значит дизайнерские уловки всего один уголок и автомобиль выглядит абсолютно по-другому и уже полностью меняет о себе впечатление сзади изменения коснулись первую очередь оптики на прошлом поколении она была вертикально расположена теперь горизонтально как впрочем и на других новых моделях марки volkswagen в остальном уже привычный облик ну а спереди тут можно увидеть и volkswagen polo и volkswagen golf в общем я не буду перечислять любой современный volkswagen этот образ настолько удачен что теперь дизайнеры компании применяют его на любой своей модели только вот жалко что отличать один volkswagen от другого становится все сложнее но volkswagen turan это компактный минивэн а значит в таком автомобиле главное то что в салоне а не то что на поверхности так что мы переносимся в интерьер этого автомобиля внутри в первую очередь туран как и любой другой volkswagen радует материалами и подгонкой действительно в этом плане все на высоте как и с точки зрения эргономики естественно этот автомобиль проработан безупречно стоит отметить что некоторые элементы просто перекочевали сюда из volkswagen golf 6 поколения например щиток приборов руль и блок климат-контроля который можно наблюдать практически в каждом современном volkswagen климат-контроль тут двухзонный но например силу потока воздуха она единая для всего салона а вот температуру может поменять как и водитель так и передний пассажир что касается руля то тут два блока кнопок левый отвечает за работу мультимедийной системы а правый за работу борт компьютера который кстати очень продвинут ну и не стоит забывать что это минивэн а значит здесь должно быть много места для мелочевки действительно здесь его много помимо привычного перчаточного ящика с функцией охлаждения тут есть и органайзер по центру приборной панели неплохих размеров и пространство под подлокотником который вместится 7 коробочек из-под дисков а также приличного размера бардачок под рулевой колодкой не стоит забывать что есть и потолок в котором аж два ящичка для прочей мелочи и всяких нужных и ненужных вещей в общем за рулем турана сидеть приятно ну и что самое главное удобно но автомобиль семейный а значит удобно должно быть не только водителю сзади тут я бы не сказал что очень много места для ног но для головы его вполне достаточно это при том что я отодвинут назад ведь здесь весь задний ряд регулируется как вдоль так и поперек можно сложить каждое по отдельности сиденья тут три практически равноценных сиденья на заднем ряду но ровного пола не получилось так что центральному пассажиру может быть не очень удобно тем не менее все три сиденья как я уже говорил регулируются во все стороны их можно вытащить по отдельности и все вместе вообще вытащить и оставить в гараже это существенно увеличит багажник который без того не маленький в принципе с объемом багажника все понятно вообще здесь может располагаться и третий ряд сидений дополнительные два места для маленьких пассажиров например но в нашем случае их нет а под полом багажника располагается докатка и необходимый набор инструментов включающий в себя компрессор для подкачки шин кроме уже привычный в таких автомобилях розетки на 12 вольт в багажнике тут есть еще один элемент который в очередной раз подтверждает большое внимание к деталям в автомобилях volkswagen это вот этот вот ключочек который выдвигается нажатием на него ну а теперь давайте вернемся за руль и посмотрим как volkswagen turan нового поколения может ездить первое о чем стоит поговорить это обзорность действительно из-за того что посадка в новом туране очень высокая видно все отлично во все стороны только вот например непонятно мне зачем нужны вот эти маленькие окошки которые призваны увеличить и улучшить обзорность вперед окошко слева не видно из вот мне например с водительского места его не видно там да конечно это кошка помогает и улучшает обзор стойки в принципе широкий но никакой проблемы они не создают при парковке у вас будет парктроник то есть тоже не должно возникнуть проблем да и так зрительно назад в принципе все хорошо видно что касается посадки за рулем то как я уже сказал она очень высокая но что полагается любому минивену высоко сидишь далеко глядишь сидение имеет стандартный набор регулировок это по высоте по вперед назад и спинка здесь есть еще поясничный подпор который регулируется колесиком в принципе всего должно хватить естественно приводы все механические рулевая колодка тоже регулируется классически по вылету и по высоте причем очень широком диапазоне соответственно любой водитель любой комплекции телосложения сядет в новом туране очень комфортно итак технические характеристики нового volkswagen turan объем двигателя 1,6 литра мощность 105 лошадиных сил а крутящий момент весьма внушительный 250 ньютон на метр максимальная скорость этого автомобиля составляет 186 километров в час а расход топлива средний расход топлива 4,6 литра но на практике конечно расход топлива значительно больше но все равно не превышает 10 литров в любом диапазоне двигатель радует своей эластичностью и тяговитостью при том что надо отметить что все-таки туран машина нелегкая и тем не менее такой мощности вполне хватает при этом как заверяют создатели этого автомобиля он потребляет очень мало топлива действительно заявленный расход меньше пяти литров вдумайтесь это заслуга системы blue motion отчасти ну и вообще заслуга мотористов компании volkswagen которые долгие годы работали вот над этими экономичными моторами на самом деле конечно пяти литров не получается по крайней мере в городе но тем не менее чуть больше восьми литров в режиме постоянного трафика плотного городского так что результат весьма достойный учитывая что еще раз повторюсь что туран все-таки автомобиль достаточно тяжелый конечно европейской модификации нового турана оснащается системой старт-стоп мне как не привыкшему к такой системе так как в россии ее нет водителю очень неудобно иной раз нужно быстро тронуться со светофора вот только остановился и сразу надо трогаться именно в этот момент система старт-стоп глушит двигатель и включает его только при повторном нажатии педали сцепления это очень неудобно и пока что я никак не могу к этому привыкнуть с другой стороны после того как перейти с этой системой на ты то никаких проблем возникнуть не должно и вы можете сэкономить еще один-два литра топлива что немало в нашем случае volkswagen turan оснащается шестиступенчатой механической коробкой передачи орудовать ей надо сказать удобно но нужно опять же привыкать если вы имели дело с автомобилами volkswagen skoda seat неважно то вы знаете насколько большой ход педали сцепления к этому нужно привыкать и и после этого опять же никакого дискомфорта вы не почувствуете сами передачи втыкаются очень четко ходы великоваты но по крайней мере с избирательностью никаких проблем нет у рычага шесть передач опять же из-за очень хороших характеристик мотора с любой передачи даже с высокой и с низкой скорости вытягивает turan на ура еще чем нравится volkswagen turan на ходу так это акустическим комфортом в машине очень тихо не слышно не трескотни дизельного двигателя не каких-либо других аэродинамических шумов то есть на скорости 120 вот как сейчас в салоне тишь да гладь очень приятно и действительно это пожалуй одна из самых сильных сторон этого автомобиля в плане ездовых свойств именно шумоизоляция ну а теперь самое время поговорить о системе парк ассист о которой так много напоминали volkswagen это система действительно очень интересно она забирает при парковке часть обязанности водителя а точнее все функции руления то есть по идее водителю нового турана не нужно пользоваться рулем а просто выбрать нужный режим передачу и управлять педалями давайте проверим как это работает в деле для начала нужно выбрать режим либо это параллельная парковка либо классическая в нашем случае парковка параллельны сейчас машина предлагает нам поехать чуть вперед и своим датчиком сканирует свободное место здесь его нет здесь она есть видите появилась пустая секция в которую сейчас мы попробуем припарковаться для этого нам нужно проехать чуть вперед как мигает стрелочка проехали теперь показывает включите заднюю передачу и дальше машина сделает все сама посмотрим теперь мы трогаемся за педали отвечаю я а рулить уже будет сам туран поворачивает поворачивает в обратную сторону вроде пока все четко все мы припарковались кроме этого припарковки туран поможет вам своим парктроником и камерой заднего вида парктроник тут классический для всех автомобилей volkswagen group то есть у вас графический автомобиль и зоны в которой зоны для парковки спереди и сзади камера заднего вида достаточно наглядно показывает что происходит у вас за задним бампером и обладает вот такой вот разметочкой в принципе система классическая и достаточно удобная естественно по писку вы можете определить насколько близко вы к тому или иному препятствию при этом туран автоматически оставляет запас в 25 сантиметров ну и самое время поговорить о конкурентах ведь опеля есть зафира у ford и c-max у mazda есть пятерка хоть и с натяжкой но ее тоже можно записать в конкуренты турану у французских производителей тоже есть автомобили в этом классе например citroen c4 picasso peugeot 3008 и рено гранд циник все они в аккурат подходят к новому volkswagen turan в общем европейцы любят подобные автомобили с прекрасными дизельными моторами максимально практичные любят о них почти так же как и валяться на траве а вот полюбит ли новый volkswagen turan российская публика пока этот вопрос на которую ответить мы не можем ответит на него только время